Здравствуйте, уважаемые подписчики! Как мы и обещали, сегодня Виктор Петрович будет отвечать на ваши вопросы, которые вы оставили с нашими роликами в соцсетях. Вопросов у нас пока только 9, но каждый из этих вопросов содержит в себе некие подвопросы, поэтому если сегодня мы не сможем ответить на все вопросы, то обязательно в ближайшее время дополним информацией наши аккаунты, следите, пожалуйста. Виктор Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Позвонил мне недавно чемпион Европы, у нас единственный, Евдокимов тобой Александр Михайлович, заслуженный тренер, заслуженный сэкспорта, заслуженный тренер и очень благодарил за это самое, за передачу, которую вы выпустили со мной. Да, о конном спорте. Но мы будем продолжать. Надеемся, что в ближайшее время те темы, которые мы сейчас планируем освещать, соответственно, мы все это покажем. Всегда будет интересно нас посмотреть, нас послушать. Виктор Петрович, давайте начнем с вопросов. Перейдем к вопросам. Есть такой вот вопрос. Расскажите подробнее про управление шенкелем и про команды управления лошадью. Тоже вот, к сожалению, не подписываются, имени не оставляют, но сам по себе вопрос, наверное, найдет своего человека, которому это интересно. Интересуется вот в первом вопросе про управление шенкелем и про команды управления лошадью. Ну, дело в том, что вообще вся работа с лошадью заключается в одной. Так же, как вся работа с автомобилем. В этом деле главное – мотор и тормоз. Шенкель подает команды, которые заставляют лошадь двигаться вперед, вбок, назад. Повод дает команды, которые дают лошадь возможность пойти вперед, остановиться и пойти назад. В сочетании вот этого шенкеля с поводом и дает… Вот простой пример. Лошадь остановилась. Ты идешь в рейси, передомгалопом остановил лошадь, она встала. Тебе надо пойти назад. Ты действуешь шенкелем так, как ты действуешь шенкелем, посылая лошадь вперед. Только поводом не даешь ей идти. И лошадь начинает осаживать назад. Если ты делаешь одним поводом, то это неравномерное движение. А вот когда ты шенкелем посылаешь лошадь, а поводом не даешь ей идти вперед, она делает осаживание быстро, поэтому привыкает. И все команды шенкелем, они и заключаются в том, что шенкель – это раздражитель, лошадь отвечает на раздражение определенным способом, таким, каким мы ее приучим. Вот и все по поводу шенкеля и повода. А вот я часто слышу такое выражение «создать лошади коридор». Именно это выражение касается именно работы поводом и шенкелем, то есть двумя шенкелями. То есть для того, чтобы лошадь вести вперед ровно, по прямой, либо повернуть куда-то, соответственно, параллельное какое-то воздействие шенкелем и поводом должно быть. Оно, скажем так, действительно параллельно, чтобы соблюдать этот коридор. Нужно ли соблюдать этот коридор? Понятие о коридоре – это у каждого слова вызывает определенные ассоциации слова. И когда их точно ставят, оно имеет значение. Ну, тут вот мы говорим о коридоре. Ну, сразу возникает такое понятие, как оглопли. Да, да. И только потом понятие повод. Ну, для того, чтобы лошадь умела ходить в коридоре, она должна ходить на правый пол, на левый пол. Вперед, останавливаться назад. И когда мы это делаем, это уже готовая лошадь. Это когда лошадь подготовленная. Тогда она понимает, что такое коридор. Хоба поводы взял, шенкелем послал. Поводом не останавливаешь, она пойдет вперед. Поводом останавливаешь, она остановится. Поводом не дашь посылать, она пойдет назад. И так далее. Коридор – это когда у тебя взаимодействие с управлением налажено. То есть можно об этом рассуждать только со всадником высокой квалификации. Потому что так объясняют подряд. Ну что, ну как ему объяснить. Он возьмет сперва один пол, потом второй пол, потом возьмет в коридоре, потянет на себя. И в конце концов получится то, что не должно быть и не может быть. То есть не будет нужного результата. Конечно. Для этого надо научиться ходить в левый пол, научиться ходить в правый пол. Потом надо научиться ходить прямо, потом приучить лошадь уступать шенкелю слева, уступать шенкелю справа и так далее. Если этим вопросом на этот вопрос отвечать, это надо переработать целую главу большой книги «Алвийский». Хорошо. Виктор Петрович, есть такой вопрос, очень интересный. Можно ли начать заниматься профессионально в 14 лет? Ну профессионально занимаются же гимнастки. Гимнастки, акробаты, пловцы. Они начинают профессионально заниматься в 14 лет. Почему нет? Если ты находишься в какой-то команде, в которой ты выступаешь в разделе 14-летних. Когда тебе будет 15 лет, 17 лет, ты будешь в разделе 17-летних. Так же, как наши юноши, то есть наши дети были чемпионами Европы. То есть данный возраст 14 лет, он не имеет никаких ограничений в отношении профессионализма. Собственно говоря, наверное, так же, как и возраст более старший, например, если человек захотел заниматься профессионально, ему уже далеко не 14 лет, к примеру, лет 40. Собственно говоря, тоже никаких ограничений нет. Конечно, ограничений нет. Дело в том, что как у тебя это дело пойдет? Да, и в этом вся прелесть конного спорта. Можно быть профессионалом, можно быть ремесленником. Да, и в этом вся прелесть конного спорта, что как раз верхняя планка, она достаточно высока. И даже еще одно. У нас нет разграничений на мужчин и женщин. Да. Тест на пол у нас женщины не проходит. А, вот так вот. То есть возраст в данном случае, в случае с конным спортом, практически не имеет никакого значения. Немцы говорят, никогда не поздно начать, но лучше, как можно, раньше. Поэтому 14 лет, добро пожаловать. Следующий вопрос. Звучит следующим образом. При принимании затылок валит в одну сторону, а в другую нет. Причем в ту, которую валит, делает хорошие кресты. Почему? Ну, когда говорят о том, что валит в затылок, я за все, за все свое время даже не задумывался над этим вопросом. А в поле-то валит. Недостаточно развитой шеи. Вот у меня есть упражнение, я сажусь на лошадь, набираю правый пол, до тех пор, пока загривок не упадет на правый. Поэтому набираю левый пол, пока загривок не упадет на левый. И вот, когда это для лошади не проблема, она не будет валить. Я думаю, что он идет в лошадь правильно, но ему кажется, что она валит. И потом перекрестие и затылок, это не то, что не связано. Лошадь в эту сторону, куда она валит, она меньше берет повод, схватается за него. И поэтому у нее хорошее перекрестие. А направо туда, куда валит, может у нее что-то недоразвитые какие-то мышцы, недоработанные. Потому что, когда только начинаешь это щелканье, щелканье, когда начинаешь, приходится лошадь пол набирать в одну сторону, потом набирать в другую сторону. А когда уже у тебя лошадь нормально, если делать легко, только пальцем взял, она уже щелкнула. Даже не повернув голову. Только пальцем взял, она щелкнула в другую сторону. И это не от того, что лошадь валит, и в эту сторону она делает лучше. Просто она валит и валит. То есть есть какие-то, грубо говоря, ошибки лошади, которые, собственно говоря, лучше не корректировать с точки зрения... Потому что ошибка, это где-то что-то недоработанное. Недоработанное. Ну поработать, посмотреть, как... Я, например, никогда не... Вот мне говорят, лошадь свалила вправо, возьми левый пол. Но это же... Ты же не приучаешь ее, чтобы она не валила, а ты просто корректируешь. Часто беда всех наших старых всадников, которые вот уже показывали результат, вот нам взяли новую лошадь и начинают за нее работать. И там, где он ошибается, лошадь тоже ошибается, она его не выручает. Он забыл, что свою лошадь он долго и тщательно готовит. Следующий вопрос. Можно ли пользоваться шпрунтом на разминке перед стартом? Нет, конечно, где не разрешат. Но желательно, если есть возможность где-нибудь скрыться, можно попользоваться. Потому что сейчас очень много разговоров о шпрунтах. О шпрунтах. Ну, понимаете, если мы уберем шпрунты, мы уберем муншруки, мы уберем цепочки, мы уберем муншруки, потом мы уберем трензели и чем мы будем управлять. Это то, что средства управления, это выработано веками. Этому шпрунту тысячи лет. И у него даже название в немецком языке, это название шпрунт, дальше не шпрунт, а шлейфчурцугель. Это как повод с узлами. Я когда у немцев спрашивал настоящее, что значит шлейфчурцугель, они будут узел. Видно, вот эти поводи в самом своем начале были с узлами. С узлами, как ограничители. Да, как ограничитель. То, что я делаю в этом киндершконте. Ограничитель поставил, и пока лошадь задирает голову, она шпрунт. Как только опустила лошадь голову, она обыкновенный повод. Виктор Петрович, есть такие вот вопросы, например, работа над собранной рысью, над собранным галопом. Расшифровки у этого вопроса нет, но я надеюсь, вы понимаете, о чем нас спрашивают. Наверное, о том, в чем заключается основная работа. Мы должны очень твердо понимать, очень твердо понимать. Мы внушили лошади, что поводом мы можем ее остановить. С точки зрения физики, мы это не можем. У нас нет точки опоры. Мы сидим на лошади, которая движется. И натянув поводом, мы ничего не делаем. То есть, мы стоим на земле в руках. Почему в руках много работали? Мы в руках можем объяснить лошади, что поводом мы ее останавливаем. Потому что у нас на земле точка опоры, мы ее не пускаем. Особенно на вожаку ты работаешь. Там ты можешь вот это делать. Но основная задача – это внушить лошади, что мы ее поводом можем остановить. Но когда мы ее внушили, самое страшное происходит то, что мы себе внушили, что мы поводом можем даже ее задержать. И часто работа идет такая – лошадь толкнул, а потом поводом хватает. Это ошибка. Потому что если ты уже оттолкнул ее, ты ее же не остановишь. Она уже подняла ногу, уже ее понесла, и где ты ее остановишь. Поэтому мы должны помнить одну вещь. Поводом мы можем только разрешить лошади шире шагнуть или короче шагнуть. И вот, используя повод, мы можем приучать лошадь ходить коротко или ходить шире. Для того, чтобы шире идти, используем шаг, для того, чтобы короче идти. Используем. Но самое главное в искусстве движения заключается в том, что двигаться можно, потеряв равновесие и сохраняя его, за ним бежать. А можно, преодолевая статическую инерцию, вот лошадь стоит, она в статической инерции. И для того, чтобы ее преодолевать, ей нужно усилие, такую горку, как называется. И вот она два шага сделала. Нужно сразу остановить, чтобы она следующие два шага сделала. И вот, когда лошадь все время преодолевает статическую инерцию, она идет сокращенным шагом. И вот вся задача, почему, говорят, полуодержки, вот именно заключается в том, что не дать лошади быстрее пойти. Ты придержал, она остановилась и начала. Остановилась и начала. И так вот делаются и пассажи. В конце концов, приводит к тому, что лошадь все время начинает преодолевать статическую инерцию. Вот как раз здесь есть вопрос про пассаж. Звучит он так. Работа над пассажем в руках. Часто вижу, что лошадь пассажирует или пиофирует крупом вверх. То есть лошадь работает больше задом в равновесии на переду. Вообще правильно это. Ведь лошадь должна быть всегда все-таки на заду. Значит, по этому поводу у меня есть принцип. Принцип. Лошадь должна пассажиром. А как, это уже второе. Она должна пиофирует. А как, это второе. Понимаете, серебряный призер Олимпийских игр 12-го года, фарсеваль, он пиофирует задом, стоя напереду. Равновесие напереду, и получает он второй серебряный призер Олимпийских игр. Поэтому, когда говорят задом, передом, ты сперва заставь лошадь пассажире. А потом уже будет видно, то ли ты на заду едешь, то ли на переду едешь. И потом будет, когда ты выступишь на соревнованиях, будет видно, сколько тебе поставят. Понимаешь, если явно видишь, что лошадь идет передом, она напереду, а зад под ней подрабатывается на весу. Если мы замедлим, сделаем кардиографик, как его действует, мы увидим, мне, например, видно, что лошадь напереду, она твердо напереду стоит, высоко поднимает перед, а зад у нее подвисает. Он уперся на передней ноге и задом подрабатывает. Поэтому, говорить о том, что я вижу, что высоко, пусть она пиофирует, как ей удобно, пусть она посажим, как ей удобно. Очень много лошадей, это связано с переходами, очень много лошадей, которых пытаются сократить перепас пиафи, не делают пиафи. А те, которые останавливаются, а потом начинают, получают высоко отцены. Поэтому, когда мы говорим о том, правильно ли он делает, хорошо ли он делает, сперва сделайте вы, хоть какое, а потом дальше будете совершать. То есть, на каком-то этапе говорить о том, что правильно, смысл... Одна вещь. Что такое равновесие? Это распределение тяжести на все точки одинаковые. И, как вот говорят, на заду она должна быть. Это какое же это равновесие? Она на заду. На переду. Какое же это равновесие, если она на этой самой, на переду. Поэтому говорить о том, что на переду или на заду эта лошадь будет пиафировать или пассажир, это если она в равновесии. Может быть, рамка вот такая, но он правильно идет. Ведь ту рамку, которую мы имеем, мы уже добивались веками. Поэтому в этом вопросе вы сделаете хоть какое пиафио. Хоть какой пассаж. Потом можно будет смотреть и дорабатывать. А в руках делают не пассаж. В руках замыкают между шентелем и поводом. Чтобы лошадь не хватало повод и не валилась на это самое. Не останавливалась, не осаживая лошадь. Хорошо. Виктор Петрович, здесь такой у нас вопрос есть достаточно, на мой взгляд, интересный. Меня постоянно скидывают лошади разные. В чем может быть причина? Не умеешь ездить? Просто человек не умеет ездить. Да. Не умеет ездить. Ходить научим. Может, он поздно начал, может, он еще недостаточно. Но скидывает лошади. Скидывает, потому что не может сидеть. А может быть причина в лошади, например? Может быть, как-то... Он же сказал, разные. Разные. Значит, не в лошади причина. Лошадь хорошо воспитанная может скинуть? Конечно. Ее можно довести до такого состояния? Не, не вне завести. Можно до такого состояния. Вот я всегда говорю, я когда садился на лошадей, я, в общем-то, не был сживитом. И поэтому, когда я садился на лошадей, которые могут сделать такую вещь, я все время ехал по воду. Я никогда не отпускал повод, я никогда не расслаблялся. Лошадь, если она имеет постоянно ее чем-то заинтересован, ей не доскидывание. Только та лошадь, которая сброшена поводом, не управляемая ни шенкелем, ни это сам, без руля, без ветвей, она может скинуть. Поэтому, чтобы не скинула, надо все время быть внимательным. Все время, вот ты только начал движение, раз направо, значит, направо и плево, раз налево, значит, налево и полно. Раз направо, постановление направо, налево, постановление налево. И постоянно вот это вот сгибание лошади, сгибание внутрь, напрямую, дает возможность тебе не упасть с лошади, если она тебя попыталась скинуть. Ты должен все время быть на тяжелом. Так же, как вот в контакте с лошадью. Так же, как вот удочку, подсекаешь, все время, все время эту удочку держишь, чтобы она была безумная. Виктор Петрович, еще есть один вопрос. На прибавленной рыси сильно потрясывает, и нога к концу совсем вперед уходит. Что делать на прибавленной рыси с посадкой? Самый главный вопрос. Что мы делаем на лошади? Дело в том, что когда мы видим лошадь на свободе, возникает такое ощущение, что сейчас бы сел и поехал. Но дело в том, что стоит на лошади одеть седло, нарушается равновесие. Одеть всадника равновесие нарушается и ты больше. На лошади не можем уравновеситься, лошадь под нами не может уравновеситься. И задача заключается в том, что так подготовить лошадь, чтобы она как можно меньше на нее действовал вес всадника. Всаднику так себя подготовить, чтобы он как можно меньше его вес действовал на лошадь. И когда это сочетание возникнет, мастерство всадника, мастерство лошади, не будет этой проблемы, которая возникла Нужно просто развивать себя на всех аллюрах, на всех движениях. Почему мы учимся делать вольты? Потому что, когда мы научились сидеть прямо, надо научиться сидеть на повороте. Мы научились сидеть на повороте, мы должны научиться сидеть на принимании. Научились на принимании, мы начинаем лошадь поднимать вверх, чтобы она шла по сажам, а потом, чтобы она останавливалась и так далее. И потрясывает на руке, потому что не сидишь на лошади. Не сидишь на лошади. Лошадь, может быть, не несет тебя, а просто бежит. А ты за ней успеешь, успеешь, не успеешь, не успеешь. И потом еще, я очень часто говорю, надо прибавлять столько, сколько ты можешь, а не столько, сколько ты хочешь. И как только у тебя неудобство, ты прекращай. Способ полуодержки. И когда лошадь тебя возьмет, есть выражение, взяла на спину, а это просто, когда ты не идешь впереди лошади или сзади лошади, получается гармония и получается нет потрясывания на рысье. Ну а, в общем-то, надо терпеть. Это вопрос тренинга, да? То есть это... Да, это вопрос мастерства. Тренировок, наработки. Да, наработки. Умение сидеть в седле на любом темпе. Да. Все. Все, на сегодня у нас вопросы закончились. Мы ждем следующих ваших вопросов. Обязательно будем отвечать. Пишите. Спасибо. Спасибо. Спасибо.